Я рад вернуться домой. В Голландии постоянно мне нужно было одевать костюм и галстук. А дома я себя чувствую свободным и радостным, поэтому это причина, почему я оделся в одежду, которую я люблю. Но вас, я хочу попросить, приходить в общину в галстуках и в костюмах. У меня была неделя, когда я был в Голландии. И сказать правду, мне нравится ездить в Голландию. В основном, мои встречи там происходят с реформистскими общинами, христианскими церквами. И я вижу, что открываются двери, где я могу объяснять им про Израиль. И я вижу, как они реагируют, они реагируют положительно. И то слово, которое мы привозим из Сиона, это совершенно другая точка зрения. Полностью отличается от того, чему их учили годами. Но они достаточно открытые. И интересно, когда ты заезжаешь в Амстердам, тогда, когда проверяют паспорт. Те, которые на границе сидят, разговаривают, офицеры проверяют, разговаривают на иврите, как дела, несколько стандартных фраз знаю. Когда уже в аэропорту на границе начинают говорить с тобой на иврите, то влияние уже начинает действовать на Голландию. И, естественно, их церкви, их общины, намного отличаются от того, что у нас есть. Они огромные. У них орган на сцене. Настоящий. Пол нашего здания, это только их орган стоит там. В последний день в свое, в последнее воскресенье, я был в Гаге, там, где принимают разные антиизраильские решения. Я был в огромной-огромной церкви. Где-то полторы-две тысячи человек были там, огромное место. И были очень положительные и открыты. И были очень положительные и открыты. Они не были холодными, как часто это происходит, они были очень открытыми. И мне очень странно, что в Голландии, где много людей, которые любят Израиль и молятся за него, также есть очень много людей, которые противостоят и принимают разные решения против нас. Обычно, когда я езжу в Голландию, я провожу свободное время в разных маленьких городках, и молюсь там, и гуляю. А в этот раз сел на поезд и поехал в сам Амстердам. И в Амстердаме очень много на иврите говорят. И очень много на русском и на польском. Я думаю, что голландцы вообще в Амстердаме не живут, только там туристы. И когда 19 лет мне было, я был в Советской Армии. И служил на Дальнем Востоке. Я помню, как там Карибна... Я помню, что Курили, запах этот помню. И в Амстердаме ходил, и там легализованно все эти запахи меня преследовали. Для меня это было странно. Амстердам — это не Голландия, это совершенно нечто другое. И у них, ну, в других местах они все были очень открыты. И просили, у них такая часть традиции — это передавать привет. Поэтому я вам всем передаю привет от голландских общин. Амстердам — это не Голландия, это не Голландия, это не Голландия, это не Голландия. Есть такая теология замещения, когда христиане говорят, что завец Израилем, он уже не актуальный, и все обетования, которые принадлежат Израилю, сегодня принадлежат Церкви. И Реформистская Церковь, то движение, которое началось во время Кальвина, они не то чтобы против Израиля, но все-таки это влияние теологии замещения на них оказывает какое-то действие. И для меня это огромная возможность повлиять и направить их в правильное русло, и я не преувеличиваю, что десятки тысяч людей меняют свое мышление и понимают, что такое истина. Когда они слышат, что народ Израиля жив, и мы не с крестами, а со свитками Торы танцуем. И наша вера основана не на Иисусе с голубоглазом блондине европейце, а на Иешуа Машехе израильском. И для них это свидетельство, и это оказывает влияние. Окей, сейчас мы перейдем к Божьему Слову. Я очень впечатлился тем, что сказал Алексей. Такое ощущение, как будто мы сидели вместе за одним столом и готовились вместе к нашим проповедям. И возможно, я даже повторюсь и скажу некоторые вещи, которые он уже сказал. Но последнее недельное чтение Китиса на эту недельную главу можно посмотреть с двух точек зрения. Можно сказать, это история, это было когда-то давно. И таким образом многие, в принципе, и читают Танах. Но можно посмотреть и таким образом, как это говорит ко мне. И учить из этих вещей. И я думаю, что Алексей с большим успехом сделал то, что он сделал. И я просто продолжу то, о чем он говорил. И я хочу возвращаться и прочитать те же слова, чтобы вы поняли, что там на самом деле произошло. Израиль выходит из Египта. Огромное количество людей. И они все вышли с так называемым египетским гражданством. И они свое образование культурное получили. И все традиции у них вжились египетские. И они себя вели как египетяне. И вдруг они вышли из Египта и стали свободным народом. Только подумайте, когда речь идет о миллионах людей. И эта свобода, она может привести к анархии. Вы знаете, что такое анархия? Анархия, это я сам себе господин. И вот на плечи муши упала огромная ответственность. Не только дать им пророческий взгляд. Но на него плечи упала дать народу закон и конституцию. Для того, чтобы огромный многочисленный народ действовал и жил по законам. Хотя еще не существующей страны. Чтобы не говорили, мы из колена Левина будем действовать так. А мы себе выбрали из колена Иудина так себе вести. А мне из колена Звулона вообще плевать на других. И то, что Муша пытается объяснить народу Израиля. Что он будет посредником между народом Израиля и между великим царем. И есть несколько взглядов на то, что произошло, когда Муша поднялся на гору и принял скрижа Лизавета. Кто из вас видел какие-то образы скрижали? То есть это две платы, которых написано на первые пять заповедей и на вторые пять заповедей. А иногда разделяются заповеди, и на одной из скрижали написано пять запрещений и на другой пять разрешений. Но есть и другой взгляд на весь этот вопрос. Есть люди, которые говорят, Что это было отношение между великим царем Богом И между народом, который присоединяется к нему. И такие вещи происходили в древних империях очень часто. Вы слышали, на прошлой неделе у нас был праздник Пурим, и мы говорили про Персидскую империю. Как там происходило все? Персия была к тому времени большая страна. И вдруг какая-то маленькая страна захотела присоединиться к Персии. Тогда царь Персидский был великим императором. Ему было совершенно без разницы, что маленькая страна думает. Если эта маленькая страна захотела быть частью его большой империи, он давал две части договора. В этом договоре было написано, Я великий император. Если вы хотите быть под моим покрытием, под моей защитой, вы должны делать один, два, три, четыре, десять. А с одиннадцатого пункта по двадцать второй делать нельзя. Согласны? Говорят, да. И он говорит, тогда одну копию я оставляю от себя. А вторую держите от себя. Если вы один раз забудете заплатить нам налоги, мы скажем вам, ну-ну-ну, и второй раз забудете. Тогда мы накажем вас согласно тому, что написано в договоре. Многие теологи, которые смотрят на десять заповедей, они видят то же самое. И первая заповедь, она на самом деле даже не заповедь. Первая заповедь написана, Я Господь Бог. Я великий царь, и если вы хотите присоединиться ко мне, тогда... И уже подойдут все заповеди. Не будет у вас других богов перед лицом моим. Не произносите имени моего напрасно. И храните день субботний. И все дальше по списку. И не только десять этих вещей, или девять. Но также и Моше должен был подняться на гору. И записать подпункты. Как себя вести, когда ты обгоняешь машину на определенной скорости? Я смеюсь. Но согласно тому, тем уставам, которые действовали в том времени. И что мы учим из этого простого примера? Вместе с Моше... Мы, как народ Израиля, согласились быть под властью. Властью всемогущего Бога. И так же Иешуа бен Нуну было сказано сверху. Если ты будешь соблюдать все, что я заповедал тебе, ты будешь преуспевать в твоей жизни. Это то, что я хотела передать вам. Это все еще очень актуально. Хочешь проблем в своей жизни? Есть люди, которые, да, ищут экстрим. Тогда ты можешь нарушить те слова, которые Бог говорит тебе. И ты свой экстрим получишь. Потом не говори, что ты просто нос разбил. Но если ты хочешь успех в своей жизни, Великий Царь дал нам соглашение. И он говорит, я благословлю тебя, если ты будешь послушаться тому, что я сказал. И еще одно мы здесь учим. Моша поднимается на горы на 40 дней. И люди, которые только что вышли из рабства, Они были боязливыми, и не хватало у них смелости. И не знали, как себя вести. Это была решила легитима для всех. Как он есть? Как он у нас? Как он у нас? Как он у нас? И это был очень закон, Вполне понятный вопрос. Где этот человек? Где наш лидер? Где хадатай? Потом мы видим в истории Израиля. Всегда израильский народ искал кого-то, Кто будет его вести. Сначала это были судьи. Помните, сначала это были судьи. Это были Илья, и Самсон, и Самуил. Потом народ сказал, нам надоело быть как другие народы, Мы хотим царя. Дай нам лидера. Без лидера очень тяжело. Но когда мы смотрим на историю, Мы смотрим, что не только у народа Израиля, Но и у всего прогрессивного человечества, Есть изменения. Пахот и пахот, мы хотим царя. Мы хотим больше демократии. Еще не хватало, чтобы кто-то мной руководил. Я думаю, что это правильная динамика. Это здоровая динамика. Потому что мы становимся все более образованными людьми. И у каждого есть свое мнение. Поэтому, когда есть конституция, Естественно, есть правильное лидерство. Но все еще простой человек может влиять. И это то развитие, которое произошло там. Сначала в начале были проблемы, Но потом все спустя много тысяч лет устроилось. Почему я вам даю такое толкование? Я хочу продолжать ободрять нашу общину, Что в один день мы хотим в нашей общине сделать членство. Почему? Потому что не только Леон, Дима, Саша и другие несколько человек могли всем управлять. Но также, чтобы многие другие люди взяли на себя ответственность и больше были активными. Я благодарю Бога, я знаю очень много людей в нашей общине, Которые также трудятся и много вкладывают в то, Чтобы мы развивались и действовали как одно тело. И мы продолжаем. И еще одно, один пункт в недельном чтении, Которым для меня является правильным учением. Господь ходил с народом Израиля. И вдруг встал этот золотой телец. Или этот телец-маска, как объяснил Дима. И вдруг разрушились отношения. И вдруг Алухим сказал, Не я сам. Что-то сошло вниз. Мы из нашей жизни учимся. Это также в жизни нашей семейной жизни. Или там, где мы работаем или являемся партнерами. Когда ты причиняешь боль своему партнеру, Не ожидаешь, что ты просто попросишь прощения, И все сотрется и забудется. Иногда есть рано. И требуется время до того, как происходят изменения. Если наши отношения с Богом. У многих из нас есть ошибочка. Мы думаем, Вот я сделал что-то неправильное. Но там, как мне объяснили раньше в общении, или в церкви, или еще где-то. Можно сказать, только прости меня. И все просто во мгновение ока устраивается заново. Мы видим, что есть целый процесс улучшения. И Моисею пришлось построить Схинью и отдалиться от всего народа. И это было огромное количество времени. И люди смотрели и понимали, что это из-за их грехов, из-за того, как они упали. И потребовалось большое количество времени. До тех пор, когда Господь сказал, Окей, теперь я опять пойду с вами, не ангел. Что мы из этого учимся? Есть ответственность. На каждом лежит ответственность. Во-первых, смотри, что ты говоришь. И наблюдай за своим настроением. И наблюдай за своими отношениями. И иногда ты своим недоверием, Вернее, неверностью своей Причиняешь рану. И ты что, думаешь, что в мгновение ока все исправится? Но если мы принимаем глубоко это учение И понимаем, Что и люди тоже И с людьми, и с Богом Очень важно Быть Последовательным. И очень странно написано. Написано, что даже если ты злому обещал, Ты все равно стой на своем обещании. Что лучше, что ты останешься верным Даже тому, кто не прав. Чем ты испортишь свое доброе имя. И помните те слова, Которые записаны в Новом Завете. Что верный в малом Во многом будет верным. Это очень практическая вещь. Это не что-то абстрактное, Что произошло с народом Израиля. Если я спрошу у вас, Кто из вас когда-то получил раны От того, что с вами поступили, Вас предали? Я уверен, что каждый поднимет руку. И написано В книге Не делай того другим, Что ты не хочешь, Чтобы делали тебе. Будь верным. Будь человеком слова. Продолжаем вперед. Произошел этот балаган. И Бог поссорился С народом Израиля. Мы читаем рассказ, Что Моше раз за разом Заходит в Скинью Завета. И продолжается этот разговор Между Богом и Моше. Бог объясняет Моше Разные вещи. И Моше записывает их. И это происходит практически каждый день. И это происходит практически каждый день. Настолько Бог часто встречается с Моше, Что другие люди не могут смотреть на Моше, И его лицо светится. И потом мы читаем что-то странное. Мы читаем, Что в 33 главе, Моше говорит, Я хочу узнать тебя И твои пути больше. Для меня это нечто абсурдное. И практически каждый день Так и так Моше заходит И разговаривает с Богом. И написано даже, Что Бог говорил с ним, С Моше таким образом, Как кто-то бы разговаривал Со своим другом. Лицом к лицу. И среди всей этой близости Моше говорит, Нет, дай мне познать твой путь. Я думаю, Что это что-то сумасшедшее. Я думаю, Что сегодня нет человека, Который бы был способен На такие близкие отношения, Как Моше был с Богом. Но вот этот странный вопрос. Написано в 33 главе, В 13 стихе. Я как бы делаю перевод с перевода, Для того, Чтобы нам было легче понять. Если я нашел милость в твоих глазах, То покажи мне свои пути. До сего момента. Бог показывал народу и Моше Сегодняшний путь. Только то, что нужно делать На сегодняшний день. Возможно, немножко на завтра. Он говорит, Пойдете в то место, И так вы сделаете. Они знали, Что в один день Они должны прийти В обетованную землю. Но когда я вижу, Что Моше говорит, Покажи мне свои пути. Это что-то большее. Это вдруг почувствовать, Что ты являешься частью Огромной программы. Я думаю, Что среди нас Есть много людей. Не из-за того, Что вы такие хорошие. Но из-за того, Что что-то изменилось На небесах После того, Как Иешуа воскрес Из мертвых. И то, За что Моше пришлось Сражаться, Нам дано в подарок И очень просто И быстро. Но только нам нужно Открыть сердце. И нам Властью Нового Завета Дано Это право Опознать Создание Призвание. Это не то, Что мы будем Точно знать, Что делать Сегодня или завтра. Но Познать Величие Бога. И Моше говорит И я познаю Твой путь. И это намного больше, Чем я буду знать Куда двигаться Сегодня или завтра. Но это Изменится внутри. Это то, Что пережил В свое время Авраам. Который должен Был принести В жертву Ицхака. И это то, Что пережил Иешуа, Когда он Был по пути На крест. То есть, Другими словами Познать Какова Не твоя воля А воля Божья. И принять Это для себя. Это то, Что каждый Верующий В Иешуа Должен Поставить Себе Своей целью. И что Алексей Чему сегодня Он учил Что иногда Мы сегодня Ищем В основном Стабильности В нашей жизни. И это Неплохая Неплохая Но весь Концепт Чтобы не Моя воля Была, Но твоя. Это Более Великая. Это то, О чем Говорит Моше Спустя Многие Часы И Дни С Богом. И в 13 Стихе Написано И тогда Я знаю Познаю Твою Милость К нам. То есть Другими Словами Мы будем Знать Что мы Принадлежим Тебе. И тогда Моше Говорит И они Познают Что они Твой Народ. Я часто Учу В этой Общине О призвании Израиля. Есть Выбор. Бог Избрал Наш Народ. Если Мы Посмотрим Сегодня На Наш Народ. То Возможно Часть Огромная Где-то 50% Нашего Народа Вообще Не Верят В Бога. Но Это Неважно. Все Еще Есть Избрание. И Разница Между Верующим В Бога И Неверующим Это Один Клик. И Сколько Этих Кликов Произошло в истории. Неделю Назад Мы Изучали Историю Пурима. Народ Израиля В Вавилонии Он Был Неверующим Был Своего Бога. Но Один Клик. Не Только Народ Израильский Вернулся К Своему Богу Но Также И Другие Народы Которые Были Рядом С Ними Они Захотели Стать Евреями Потому Что Они Увидели Как Велик Бог. Это То О чем К Нам Говорит Сегодняшнее Недельное Чтение. М М М М И так же, как сказал нам Алексей, что Моше встал посередине великого Бога и грешащего народа и просил милости. Но мы иногда забываем что то царство, в которое мы вовлечены, оно более интенсивное, чем то, что было в пустыне. Про Ишуа написано что Моше был как рабом и как слугой в доме Бога. Ишуа он сын. И пока сын маленький, то и управляющий, или слуга всем заправляет. Но когда сын вырастает, он берет власть в свои руки и уже не нужен слуга. Мы вовлечены в более великие силы, чем те, которые были во время Муши. Это наша привилегия. Новый Завет дает нам просто в мгновение ока то, над чем они должны были тяжело работать. Только если мы открываем сердце и укрепим мою веру, Господь. Помоги мне почувствовать ту благодать, которую дана мне через жертву Машеха. Потому что принципы, они те же, которые были когда-то. Но когда сто лет назад у нас мы двигались на лошадях и на колесницах, и скорость была 25 километров в час. Но сегодня у нас есть транспортные средства, которые развивают свою скорость до 800-900 километров в час. То же самое дал нам Машех. Это сын. И принцип остался тем же. Нам нужно подойти к какой-то цели. И в случае Муше мы благодарим тебя, Отец, за все эти инструкции, которые ты дал нам. Но я хочу познать твой путь. Я хочу познать тебя. Я хочу соединиться с тобой. И в Ишуа нам дан такой шанс. Только нужно обратиться к Богу. Нужно только подумать об этом. Часто написано в Новом Завете «Тот, кто стучит, тому откроется дверь». Тот, кто ищет, тот найдет. Это об этом написано. Это намного более великая сила, чем как делать, чем то, что как познать его. И Шауль говорит, «Моя огромная привилегия познать его». И силу воскресения из мертвых. И вместе с ним воскреснуть из мертвых. Это направление. Это то, что Бог хочет дать нам в наши сердца. Не как автоматическим образом ты совершаешь какое-то действие. Но это то, как ты любишь без конца. И ты любишь нашего Небесного Отца. На этом я хочу завершить и помолиться. Давайте встанем все вместе. Отец Наш Небесный. Я благодарю за то, что мы можем учиться из этих прекрасных слов. Я молю, что ты дал каждому из нас жажду. Чтобы мы искали тебя. Иногда, как рациональные люди, мы хотим узнать, какой наш следующий шаг. И это дай нам, потому что мы рациональны. Но мы хотим познать тебя как парень, который влюбляется в девушку. Нечто большее. Это то, о чем воевал Муша. И то же самое просил Илья Пророк. И об этом написано в Новом Завете о Ишуа. Что сын, который живет, он знал, что находится внутри Отца. Отец, я молюсь тебе. Помоги нам познать тебя и твой путь. Так, как просил Муша. Во имя Ишуа Мошеха. Амин. Во вторник у нас есть молитвенное собрание. Я приглашаю вас прийти и участвовать в молитве вместе. Я вижу, как люди заходят в зал после 11.30, 11.45, даже 12.12.30. И у нас здесь свободы. Но если вы думаете, что вы за пару секунд сможете прочувствовать, что происходит в общине, то это неплохо. Я предлагаю, чтобы мы более вовремя собирались. Хочу помолиться, благословить вас и мы все пойдем домой. Я вижу, что у нас есть гости, не знаю, откуда вы. Добро пожаловать вам всем. Я прошу наших людей подойти, познакомиться. Мы благодарим. Витер Хазар. Витер Хазар, мне Эрцот Абрик. Верну, седем, мы ковим легамре. Витер Хазар. О'кей. Продолжение следует...